Всем торжественный душ! На протяжении длительного периода до Петровской России русская музыкальная мысль сильно отставала от музыкального искусства европейских стран. Только с появлением в России иностранных музыкантов в результате реформ Петра I в высших кругах русского общества стали считаться признаком хорошего воспитания, умения владеть музыкальными инструментами и склонность к сочинению музыки. Пройдя период копирования лучших традиций европейского академического искусства, русская музыкальная мысль стремилась к созданию самостоятельных сочинений, в которых классические формы западной музыки соединялись бы с исконно русскими национальными образами и мелодиями. История русской классической музыки началась в первой половине XIX века. Первым классиком отечественной композиторской школы суждено было стать Михаилу Ивановичу Глинке. Ему удалось гармонично объединить черты национального фольклора с наследием западноевропейских композиторов и поднять звучание русской музыки на уровень классической западной традиции. Музыкальный талант Глинке современники сравнивали с поэтическим талантом Пушкина. Оба создали новый русский язык, один в поэзии, другой в музыке, писал о Глинке музыкальный критик Стасов. Определив формы классических жанров, оперы, симфонических произведений, романса и камерных сочнений, он обозначил основное направление развития русской классики. Во второй половине XIX века формируются две основные русские композиторские школы. Одна из них – Петербургская Новая Русская Школа или Могучая Кучка, вторая – Московская Школа во главе с Петром Ильичом Чайковским. Новая Русская Школа ориентировалась с одной стороны на принципы народности, а с другой – на достижения современной западноевропейской музыки. Основными жанрами ранней Петербургской Школы были опера, симфонизм, а также романсовый жанр в самых разнообразных его трактовках. Еще одна примечательная черта Петербургской Школы – ориентализм, тяготение к образам Востока, условного и реального, исторического и этнографического. Наиболее полно эстетика Петербургской Школы раскрывается в двух исключительно новаторских по стилю и форме операх Мусоргского – историка психологической трагедии Борис Годунов и народной музыкальной драме Хованщина, а также многочисленных операх Римского-Корсакова, среди которых выделяется мифологический цикл, связанный с мотивами древних славянских верований. «Три оперы-сказки» и религиозно-философская драма «Сказание о невидимом граде Китеже» и «Деве Февронии». Что касается творчества авторов более позднего, так называемого «беляевского» поколения Петербургской Школы, то наиболее значимыми представляются симфонии Глазунова. Авторы этого поколения опирались на достижение единения, но в целом были несколько более умерены в своих исканиях. В сравнении с Петербургской Школой эстетика Московской была более консервативной, более связанной с классическими моделями чистой музыки с одной стороны и с окружающим своеобразным музыкальным бытом древней столицы с другой. Высшими достижениями Школы явились многочисленные оперы, балеты, симфонические сюиты, увертюры, поэмы, романсы Петра Ильича Чайковского. Творчество Чайковского, обращенное прежде всего к проблеме личности современного человека в современном мире, получило широкое признание уже при жизни автора, в то время как произведения Петербургской Школы вплоть до конца XIX века были известны достаточно узкому кругу слушателей. Выдающееся значение в Московской Школе имела деятельность ученика Чайковского, композитора-пианиста и педагога Таниева, исследователя и мастера полифонического письма. К началу XX века новые тенденции русского искусства были представлены в музыке ярче всего именами московских композиторов и выдающихся пианистов Рахманинова и Скрябина. Первый выступал продолжателем национальных традиций. Второй, крупнейший представитель символизма в музыке, оригинальная космогоническая философия Скрябина, находит воплощение в ультра-новаторском музыкальном языке, оказавшим большое влияние на все мировое музыкальное искусство XX века. Заметной фигурой московской музыкальной жизни становится также пианист и композитор Николай Карлович Мэттнер. Здесь же достигает расцвета творчества ученика римского Корсакова Александра Тихоновича Гречанинова. В Москве в это время формируется оригинальная школа композиторов православной хоровой музыки, так называемое новое направление, по сути, возродившее данный жанр на национальной основе и выведшее русскую духовную музыку из состояния застоя. К этой школе принадлежат Александр Дмитриевич Костальский, Павел и Александр Григорьевич Чесноковы, Николай Семенович Голованов и ряд других авторов. В стиле нового направления созданы также духовные композиции Рахманинова, Кречанинова и Черепнина. Несколько позже начинают свой путь два крупнейших композитора нового поколения Игорь Федорович Ставринский и Сергей Сергеевич Прокофьев. Эстетика их ранних произведений преемственно связана с Петербургской школой, а также в случае Прокофьева и с влиянием Скрябина. Крупнейшей личностью советского периода русской классической музыки был Шостакович. В его 15 симфониях, 15 струнных квартетах и других камерных ансамблях, операх, камерно-вокальных и фортепианных произведениях в наибольшей мере отражены трагические потрясения эпохи и противоречия их осмысления русской интеллигенцией. Гораздо меньшее влияние советская атмосфера оказала на вернувшегося на родину в середине 30-х годов Прокофьева. Хотя в его наследии немало ангажированных властью сочинений, светлый ясный дух Прокофьевского гения, огромный опыт, приобретенный в 20-летие жизни за рубежом, позволили композитору сохранить творческую независимость, остаться самим собой и достичь таких творческих вершин, как балеты Ромео и Джульетта, Золушка, оперы Война и мир и обучение в монастыре, 5-я, 6-я, 7-я симфонии и фортепианные сонаты. Успешно продолжали работать в 20-е и 50-е годы 20-го века отечественные мастера, выдвинувшиеся еще до революции. Прежде всего, Николай Яковлевич Мисковский, автор 27 симфоний, замечательной камерной фортепианной музыки, а также Сергей Никифорович Василенко, Михаил Михайлович Ипполитов-Иванов и другие. Ленинградскую школу ярко представляли Юрий Александрович Шапорин, Владимир Владимирович Щербачев, Гаврил Николаевич Попов, Московскую, Анатолий Александрович Александров, Дмитрий Борисович Кабалевский и другие. Интересные композиторы начали появляться в республиках СССР. Как правило, они получали образование в Москве, реже в Ленинграде, и в их творчестве наблюдалось сочетание русской классической традиции с элементами национальных культур. Самый убедительный пример – ученик Мисковского Арам Ильич Хачатурян. В свою очередь, многие русские музыканты работали в закавказских, среднеазиатских и других республиках и создавали музыку, иногда достаточно оригинальную, на основе местного материала, что может рассматриваться как развитие в новых условиях традиций отечественного музыкального ориентализма. Широкая просветительская деятельность этих музыкантов, с одной стороны, оказывали положительное влияние на становление профессиональных композиторских и исполнительских школ в республиках. Но, с другой стороны, заданность моделей в ряде случаев препятствовала проявлению своеобразия музыкальных культур, особенно там, где имелись традиции устного профессионального искусства. Сейчас классическая музыка в России продолжает активно развиваться и преподносить нам новые шедевры, которые займут собственное место в истории нации. Всем торжественный душ!